КОНЕЦ Под человеком, у которого было сто овец, святоотеческая мысль понимает Христа. Несколько расходятся боголюбивые экзегеты в истолковании образов девяносто девяти и одной овцы. Так преподобный Нил Синайский полагает, что под девяносто девятью овцами обозначается «праведник», так как праведность всегда обозначается большим числом. А грешник, как гибнущий, называется одним. Иного мнения придерживались святитель Кирилл Иерусалимский и преподобный Иустин Попович, согласно которым девяносто девять овец обозначают легион ангелов, тогда как заблудившаяся овца – это род человеческий. Радость об обретенной овце святитель Иоанн Златоуст трактует с позицией божественной педагогики. По его мысли, этой притчей Христос хотел научить нас заботиться о низких по состоянию братьях наших. Притча, читаемая в Евангелии от Матфея, приводится и в Евангелии от Луки, но в другом контексте и сразу же за подобной притчей о потерянной Драхме. У Луки – это часть обличения фарисеям, которые негодовали на милосердие Господа к мытарям и грешникам. А у Матфея – часть наставления о внимательности, как бы не соблазнить тех, кого пришел спасти Господь. В обоих местах она имеет одинаковое значение. «Как вам кажется?» – спрашивает Христос, заранее располагая учеников к размышлению над притчей. Этими же словами Христос будет пробуждать и ум враждебных фарисеев. Как это обычно бывает, Христос заимствовал подобие от повседневной жизни израильтян. Овцеводство упоминается на первых же страницах книги Бытия. «И был Авель – пастырь овец». Бытие, глава 4, стих 2. В Палестине овечьи стада были широко распространены, особенно у кочевого населения. Ими владели Авраам и Лот, Исаак и Аков, а для праведного Давида, прообразовавшего Христа, пастьба овец до помазания на царство была основным занятием, как для младшего сына. В современности Христа, в условиях климата Палестины, овцеводство было обычным занятием. От овец получали шерсть, мясо, молоко, курдюк. А на Пасху, когда надлежало закалывать агнца, огромные стада овец гнали на продажу в Иерусалим. Сотни овец – обычный размер стада, с которым управляется один человек. Каждый вечер, загоняя овец в овчарню или другое укрытие, пастух их пересчитывал. И, как часто это бывает, некоторые овцы отбивались от стада. И, не умея находить дорогу, оставались беззащитными. Особенно тяжело им было найти дорогу на гористой местности. В таком случае пастух отправлялся на их поиски, которые могли длиться долгими часами, пока овца, наконец, не обнаруживалась в безлюдной лощине или горном ущелье. В Ветхом Завете записан подобный случай. У киса, отца Саулова, пропали ослицы, и тот прошел все окрестные земли, чтобы их найти. Первая книга царств, глава девятая. У читателей притчи возникает вопрос. А что случалось с оставшимися девяносто девятью овцами? С первого взгляда кажется, что они брошены на произвол судьбы, беззащитны перед волками. Но этого не утверждается в притче. Лишь сказано, что потерянное овце пастырь уделяет больше внимания. Он мог бы найти для оставшихся овец пещеру, соорудить временное укрытие или оставить овец под присмотр другого пастуха. А может быть, опытный пастырь просто уверен, что с ними ничего не случится. Соответственно, и Господь не оставляет промыслом ни ангелов, ни праведников, хотя более явно его любовь к кающимся грешникам. Наконец, пастух находит потерянную овцу. В отличие от апокрифической версии притчи, в каноническом тексте Евангелия не сказано, что эта овца была больше или ценнее других. Возможно, это обычная овечка из стада. Но Господь не желает погибели и самого малого. По тексту Евангелия от Луки, пастырь несет овцу на плечах. Этот трогательный образ, понятный и иудеям, и язычникам, появляется и в Медраше, и в художестве эллинов. Естественно, для человека больше радоваться приобретению того, за сохранность чего он тревожился и для чего он употребил большие труды. И это образ небесной радости. Но описание простого бытового явления значит не так много, как обзор ветхозаветной традиции, в которой образ пастыря встречается регулярно. Народ Израиля часто сравнивается со стадом. Образ рассеянных овец, не имеющих пастыря, использовали пророки Моисей, числа, глава 27, стих 17, и Михей, сын Иемвлая, третья книга царств, глава 22, стих 17. С заблудшей овцой сравнивает себя и псалмопевец, изливающий душу Богу, Псалом 118. Пастырями называются руководители, которым заповедано попечение о правильном руководстве и сохранении народа. Например, это священники, книга пророка Иезекииля, глава 34, и праведный царь Давид, Псалом 77. Но в собственном смысле пастырем Израиля является сам Господь. «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». Псалом 79. Пусть это образное именование Господа, не такое распространенное по сравнению с другими, оно имеет большое значение и для христианской, и для раввинистической литературы. «Под мудрым пастырством Господа разумные овцы его стада не будут ни в чем нуждаться, а будут покоиться на злачных пажитях и ходить к водам тихим». Псалом 22. «Нерадивые пастыри Израиля оставили овец на расхищение, сам Господь берет пастырский жезл. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю». Книга пророка Иезекииля, глава 34, стих 16. «Христос есть Бог, и Ему подобают все ветхозаветные высказывания о Боге-пастыре, а одно из них Он сам относит к себе. «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Книга пророка Захарии, глава 13, стих 7. В Евангелии от Иоанна, глава 10, образ пастырства раскрыт Христом еще подробнее. Итак, когда апостолы получили ум разуметь Писание, они вспомнили и уразумели, что Бог, промыслитель, во все времена радовался покаянию грешников, а особенно тогда, когда пришел на землю взыскать и спасти погибшие. И сами они стали добрыми пастырями, подобно Учителю, и твердо усвоили урок не подавать соблазна тем, за кого Иисус Христос положил свою душу. Будем же и мы внимательны, чтобы не соблазнить никого словом или дурным примером, и не смотреть высокомерно на согрешающих, но радоваться, когда кто-либо обращается от греха и становится одной из овец Христовых, которых никто не похитит из руки Его. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok